В Вильянде во второй половине дня 30 октября прошлого года произошла трагедия, потрясшая всю Эстонию. Школьник застрелил во время урока 56-летнюю учительницу немецкого языка Эйна Сарап. Убийство было совершено при помощи принадлежащего отцу школьника зарегистрированного револьвера, из которого подозреваемый произвел несколько выстрелов. Для расследования инцидента было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся непреднамеренного убийства. Поскольку, по мнению врачей, школьник незамедлительно нуждался в лечении, его поместили в больницу, где он находился до сегодняшнего дня под наблюдением врачей. В рамках уголовного дела была назначена стационарная экспертиза в отношении подростка, для проведения которой он был в принудительном порядке по распоряжению суда, помещен в медицинское учреждение. Но экспертам понадобилось дополнительное время для оформления акта. Кроме того, они также сообщили, что больше нет такой надобности, чтобы оставлять этого молодого человека под наблюдением в больнице. Таким образом, следователь дал свое согласие на то, чтобы продлить время составления акта. Таким образом, полиция надеется получить акт экспертизы в начале февраля. И в связи с тем, что больше нет надобности оставлять подозреваемого под наблюдением в больнице, прокуратура предъявила суду ходатайство о взятии подозреваемого под стражу. Поскольку существует вероятность, что находясь на свободе, мальчик может совершить повторные действия, угрожающие здоровью и жизни окружающих, суд удовлетворил просьбу прокуратуры и во вторник школьника поместили под стражу 15-летнему подростку, предъявлено подозрение в убийстве учительницы. Учителя, родители и школьники по-прежнему в шоке и надеются, что виновные получат по заслугам. В любом случае, следующие данные о ходе этого громкого дела поступят, скорее всего, не раньше апреля.